В мартовский рабочий визит в республику Надежда Максимова посетила сразу два района, Таштыбский и Орджоникидзевский. Встречи с населением прошли в местных ДК, и первое, что обсуждалось, это подготовка к предстоящему 13-му съезду Хакасского народа. Для участия в нем представители родов отобрали десятерых делегатов, также утвердили нового председателя Совета Старейшин района. Надежда Максимова отметила важность проведения съезда. Депутат уверена, такие встречи позволяют обсуждать вопросы сохранения национальных традиций и обычаев проблемы развития коренного населения республики. Связь депутата и избирателя, она постоянно существует. Приезжая сюда, вникая в проблемы, которые волнуют людей, я на соответствующем уровне, федеральном и на республиканском тоже, ставлю эти вопросы. Многие из этих вопросов постепенно находят решение. И я думаю, что да, постепенно продвигаясь в этом направлении, мы будем просто улучшать жизнь в том числе населения и республики Хакасия. Сегодня мы видим, что этот человек действительно искренне желающий помочь простым людям. Она способна решать именно проблемы на местах, что очень важно для современного депутатского корпуса, особенно высшего уровня государственной дома. Поднимались в ходе встречи и социальные вопросы, в частности, касающиеся погорельцев. Ни один визит Надежды Максимовой в Хакасию, начиная с весны прошлого года, не обходится без затрагивания этой темы. Летом и осенью думский куратор контролировала ход строительства жилья, оценивала качество домов. В целом, масштабной работой осталось довольно. То, что было сделано в такие кратчайшие сроки, конечно, это заслуга и нашего правительства, головы, прежде всего, республики. И, естественно, федеральные власти подключились к этой проблеме. Очень быстро выделены средства были в преддверии зимы. И сегодня у нас основная часть, к сожалению, погорельцев, она была размещена в достойные, хорошие, благоустроенные дома условия. Напомнила Максимовой о том, что параллельно с жилищным строительством для погорельцев удалось решить и ряд социальных проблем в пострадавших селах. В частности, в Кагаево и Кожухово возвели по школе и ФАПу. Сейчас здесь завершается строительство домов культуры. Помимо этого, в числе актуальных для района остается еще немало вопросов. В частности, сегодня депутат по просьбе жителей контролирует окончание строительства школы в селе Июз. Реконструкцию банно-прачечного комбината для учебного заведения в Копьево и ряд других. Добавим, что этот визит Максимовой в Орджоникидзовский район уже третий за время текущего депутатского срока. Елена Крылова, Наталья Гармашова, Алексей Баргаяков и Михаил Локунев. Вести. Хакасия.